В общем, это наш робот-официант в национальном костюме. Он помогает нам разносить гостям их заказы и доставлять удовольствие. Это первый в Казани робот-официант. В скором времени доставлять удовольствие станет и второй. По задумке он предстанет в образе известного казанского кота и будет мурлыкать для гостей. Вот он привозит так. Все, потом сюда нажимаем. Какая умница. Спасибо тебе. Рахмет. В бывшем здании присутствных мест на территории Казанского Кремля, где ранее располагались министерства, ведомства и государственные службы, все реконструировано. Теперь здесь работают кафе «Ураган-сарай», несколько кафе, которые рассчитаны на крупный туристический поток. Среди них кафе татарской кухни «Алан-Аш». Открылись также семейное кафе «Гнездо» и ресторан татарской кухни «Черем», который некогда располагался на Кремлевской набережной. К Новому году в здании дополнительно будет открыт целый ряд культурных пространств. Здесь будет конференц-зал, здесь нужно будет проводить мероприятия, участвовать в мероприятиях. В той части у нас будет функционировать выставочное пространство, очень большое, 1600 квадратных метров. Я думаю, что мы будем делать там выставки с ведущими российскими, может быть, международными конкурными институциями. Мы также сделали детский ремесленный центр, который называется «Абы-сабы». Он уже работает, нужно кладшим братьям и сестерам, студентам туда попробовать привезти. Ну и в целом мы рассчитываем, что насчет программирования это будет такая существенная точка притяжения на культурных пространствах. В настоящее время ведутся переговоры по открытию в этом здании супермаркета «Домашней еды Бхэтле». А на втором этаже отдельного музея, рассказывающего о разных этапах истории Казанского Кремля. Илья Андреев, Универньюс.